Уровень инфляции в Морел по итогам прошлого года один из самых низких среди всех регионов Приволжского федерального округа. В декабре этот показатель составил 7,8%, что на 0,8% ниже, чем в целом по ПФО. По мнению экспертов, такого результата удалось достичь во многом благодаря развитию сельскохозяйственной отрасли, высокой обеспеченности региона собственной продукции и мерам господдержки предприятий животноводства. Годовая инфляция – это годовой прирост цен по группе товаров продовольственных и непродовольственных и услуг. Давайте рассмотрим годовой прирост цен на продовольственные товары в Республике Морел. Годовой прирост цен на продовольственные товары в Республике Морел в декабре прошлого года составил 9,1%. Значимыми факторами такого роста стали аномально жарко для средней полосы лета и недостаток осадков, которые повлияли на объем и качество урожая. В таких погодных условиях сельхозпроизводители недополучили часть зерновых культур. Это отразилось на ускорении роста муки, хлебобулочных и макаронных изделий. И в Республике Морел из-за недостаточного урожая зерна предприятия существенную часть кормов для животных вынуждены были закупать по рыночным ценам. Вследствие этого увеличились темпы роста цен на мясную и молочную продукцию, а также сыры. Подробнее о других факторах, повлиявших на инфляцию в Республике Морел, можно прочитать в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России в региональном разделе. Господдержка сдерживает рост цен и помогает аграриям поддерживать достаточный объем предложения продукции. Речь идет не только о субсидиях, применяются и иные меры. Так, в январе текущего года по распоряжению главы Морел Александра Евстифеева в Республике не будут применять штрафных санкций и требовать от сельхозпроизводителей вернуть субсидии за недобор урожая засушливого 2021 года. Редактор субсидии. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова